Как распечатать брошюру в Word без потери форматирования? Друзья, вы на канале «Учите компьютер вместе с нами». В одном из предыдущих видеоуроков мы с вами учились распечатывать брошюру с помощью стандартных возможностей Microsoft Word. И в тот раз с разметкой документа у нас происходили не очень хорошие вещи. Перед печатью нам приходилось заново просматривать и форматировать весь документ. Я обещал вам показать еще один способ, как можно распечатать брошюру, но уже без потери форматирования. Итак, перед нами уже открыт какой-то текстовый документ. Поскольку во время его печати на каждом листе А4 у нас будет располагаться по две страницы, то первое, что мы должны сделать, это выровнять ширину правого и левого поля. Я перехожу во вкладку «Разметка страницы», кнопка «Поля», «Настраиваемые поля». Посмотрите, сейчас левое поле у нас равно 3 см, а правое – 1,5 см. В сумме по краям страницы наши отступы равны 4,5 см. Теперь, чтобы текст никуда не съехал, я правое и левое поле сделаю по 2,25 см. Ок. Второй момент, на который обязательно нужно обратить внимание. При распечатке документа на листе формата А4 у нас будет печататься по 4 страницы. 2 страницы на одной стороне листа и 2 на обратной. То есть, нам нужно позаботиться о том, чтобы количество страниц в исходном документе было кратным 4. Сейчас наш документ имеет 26 страниц. Как известно, 26 на 4 нацело не делится. Поэтому нам нужно добавить в конец документа еще 2 пустые страницы. И тогда, для распечатки 28 страниц, нам понадобится ровно 7 листов. Я перехожу в конец документа и устанавливаю курсор мыши в самый последний абзац. Дальше, перехожу во вкладку «Вставка» и два раза нажимаю кнопку «Разрыв страницы». Вот теперь наш документ полностью готов для печати. Осталось понять, как при печати нам нужно скомпоновать его страницы между собой. Чтобы, когда мы их сложим напополам, у нас получилась полноценная книжка. И это лучше делать в Excel или на листе бумаги. Посмотрите, я уже предварительно нарисовал макеты наших листов формата А4. На первом листе слева мы должны распечатать самую последнюю. То есть, 28-ю страницу нашего документа. А справа на этом же листе будет идти первая страница. На втором листе слева номер страницы мы должны уменьшить на 2, а справа увеличить тоже на 2. И это удобнее всего делать с помощью формул. В ячейке B4 я ввожу формулу. Равняется B2-2. Готово. А в ячейке C4 вводим. Равняется C2-2. Теперь мы эти формулы копируем и начинаем поочередно вставлять ниже, вплоть до последней седьмой страницы. Вот так должны располагаться страницы нашего документа при печати. Теперь, когда мы напечатаем эти 7 страниц, нам нужно будет перевернуть их обратной стороной и снова отправить на печать. Давайте определимся, какие страницы будут печататься с обратной стороны. На первом листе с обратной стороны мы будем печатать. Слева вторую страницу, а справа предпоследнюю, то есть 27-ю. Теперь на каждом последующем листе страницу слева мы увеличиваем на 2, а страницу справа уменьшаем, тоже на 2. И по аналогии делаем это с помощью формул. Вводим их один раз, а дальше копируем по очереди. Готово. Возвращаемся к исходному документу, и я немного уменьшу размер окна, чтобы наши номера страниц были перед глазами. Дальше выбираем пункт меню, файл, печать. В поле принтер у меня традиционно выбран режим печати в PDF документ, чтобы можно было показать вам конечный результат. Ну а вы выбираете здесь ваш реальный принтер. Далее, в самом низу есть очень важная настройка. Мы должны установить режим печати двух страниц на листе. Вывод документа на печать нам придется делать два раза. Сначала наши семь листов с одной стороны, а затем с другой. Поэтому в поле страницы мы должны перечислить через запятую все страницы для печати в правильной последовательности. Дальше начинается второй лист. На него выводятся страницы 26 и 3. И так далее до конца. Готово. Вот теперь кнопка печать. У вас на принтере пошла печать, а я указываю имя PDF файла. Сохранить. Теперь переворачиваем нашу пачку листов и будем печатать с обратной стороны. Снова переходим во вкладку файл, печать. Основные настройки здесь уже есть. Нам только нужно обновить список страниц для печати. Удаляем прежний список. Теперь на листе Excel смотрим на вторую колонку и указываем через запятую порядок вывода страниц на печать. 2, 27, 4, 25, 6, 23, 8, 21, 10, 19, 12, 17, 14 и 15. Печать. Указываем новое имя файла. Сохранить. Переходим в нужную папку и открываем первый PDF файл. Я уменьшу масштаб, чтобы весь лист помещался на экране. Посмотрите. На первом развороте у нас идут страницы 28 и 1. Дальше 26 и 3. И так далее. Все как мы и рассчитывали в Excel. Последний разворот это страницы 16 и 13. Теперь я возвращаюсь в папку и открываю второй документ. Сразу же изменим масштаб отображения. Как видите, на первом листе с обратной стороны будут напечатаны страницы 2 и 27. Дальше 4 и 25. И так далее. Последний разворот это страницы 14 и 15. Теперь мы можем перегнуть все напечатанные листы напополам и у нас получится книжка. Обратите внимание, что при таком способе все исходное форматирование и разметка документа были сохранены. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok